Дорогие друзья и зрители нашего канала, я рад вас приветствовать. С вами, как обычно, ваш покорный услуга Дмитрий Александрович, консультант по подбору недвижимости в городе Сочи. Вы думаете сейчас, что я сегодня один с вами, но нет. В кадре, а точнее за кадром есть человек. Известный человек, это известная личность, которая сегодня даст нам интервью. Человек, у которого уже узнают в лифтах жилого комплекса Алия Парк, да и не только, господа. Где только его не узнают. Это наш всеизвестный Роман Николаевич. Роман Николаевич, я рад вас приветствовать в нашей студии. Семья, всем привет. Да. Я ему говорю, Ром, ну давай уже все равно мотаемся весь день между стройками, объектами и так далее. Давай уже ты расскажешь какую-нибудь, может быть, историю переезда, еще что-то. Он говорит, отстань, говорит, не хочу ничего рассказывать. Я говорю, ну давай хоть на какую-то тему отвлеченную пообщаемся, потому что люди, ну, людям надоедает, собственно говоря, про ремонты. Поэтому я передаю ему слово, ребят, а он уже пускай теперь выкручивается, как хочет. Роман Николаевич, вам слово. Мы так не договаривались. Не договаривались. Мы так не договаривались. Ну расскажи, что, как дела, как семья, как ты приехал в Сочи, ну, как у тебя жизнь, как здоровье. Да все, все вроде, слава богу. Сейчас мы едем по Хосте, самый, наверное, замечательный зеленый район вообще в Сочи. Здесь больше всего пальм, зелени, расстраивается, он тоже бурно. Но именно в центре здесь особо места нет, устроить нечего. Как я всегда говорю, в Хосте есть свои фанаты, которые любят именно этот район. В Адлере свои, в центре свои. Поэтому везде есть свои плюсы и минусы. Лично я проживаю в центре Сочи. Как-то так сложилось изначально. Жил на улице Первомайской, потом переехал на Войково. Это прям центральный район, недалеко Бортпорт. И нам там очень нравится. Удобно в плане того, что дети маленькие, большие, они могут самостоятельно ходить на какие-то кружки, непосредственно саму школу, на дополнительные занятия, спортивные секции и так далее. Вот в этом, на мой взгляд, как бы основной плюс есть. Люди же, которые живут более удаленно, они, да, живут в тишине, в покое, в уединении, в окружении зелени. Нет вот этой летней шунихи, когда приезжает много туристов. Но есть одно «но» – это этих детей в любом случае нужно с утра вставать, везти в школу, забирать со школы до того момента, пока они смогут сами самостоятельно добираться. Есть места, допустим, отдаленные. Это куда и просто автобус не ходит, то есть исключительно либо супруга, либо самостоятельно. Нужно на машине их привозить, отвозить. Вот, поэтому у всех есть свои плюсы и минусы. В Сочи уже, сколько, 8 лет уже в Сочи живу. Мне нравится. Думал изначально куда-нибудь уехать, может быть, дальше, там, за пределы Российской Федерации и так далее. Ну, вот, переехал в Сочи, пожив здесь не один год, пришел к выводу, что лучше на земле места нет. И вот сейчас некоторые знакомые перебрались за границу, там, ну, может, в связи с последними событиями в стране и так далее. У всех свои причины там живут либо на Бали, либо там где-то в Шри-Ланку, в Таиланд уехали и так далее. Спрашиваю, как вы, что вы. Значит, сначала это были слова восхищения. Нам очень нравится, круто, море, пальмы, океан. Вот. Прошло буквально 6 месяцев, год прошел. У них сейчас умозаключение по этому вопросу поменялось. Потому что говорят, что, ну, все надоело. Во-первых, нет русской речи тяжело, проблемы с детьми, куда, что их устраивать, проблемы с медициной, все необычно, питание необычное. И больше всего напрягает тот момент, что всегда есть лето, море, солнце, да, но это надоедает. Нету, отсутствует напрочь перемена погоды, отсутствует напрочь перемена времен года. То есть всегда жарко, всегда тепло. Дожди до этого, да? Да. Пародии не соскучились? Я не думаю, что там кто-то по родине по березкам соскучился, вот. Соскучились. Вот просто наш организм, он, наверное, не может жить постоянно в таком теплом климате. И вот возьми сейчас березку русскую и посади ее на Бали, она, естественно, соскучилась. Нам нужны проблемы. Она из Сочи не растет? Не, растет. Ну, растет кое-где, местами растет, вот. Поэтому спрашиваю дальше, где лучше всего в России. Однозначно все говорят, что в городе Сочи. Здесь и русская речь, здесь и мы на родине. Иногда бывает снег или всегда в Красной Поляне. Да, перемена погоды, поэтому всем нравится. Как вот ты бы сказал, это Сочи, Краснодарский край. Вот это действительно, как бы, самое лучшее место для меня лично в России и может быть даже... Ну, вот смотри, ты живешь на улице Войкова, да? Да. Это центр-центрия Некуда, правильно? То есть, прям, считай, вот в самом золотящем элитном месте, что называется Сочи. Вот любой человек понимает, думает, ой, Ромка там живет. Но он же не учитывает, как Рома туда переехал, почему так сложилось. То есть, он думает, сегодня купить, допустим, я не знаю, одну сотку земли на Войкова, я и сейчас даже не знаю, сколько она стоит, 10, 15, 20. Ее просто нет. Ну, нет, а любая была. Если бы она была, я не знаю, ну, миллионов 10, может, или нет. Ну, да, ну, я думаю, что дороже. Я думаю, что дороже, да. Одна сотка, да. Вот. А у тебя сколько? Четыре? Нет, у меня всего две сотки. А, две сотки, да, две сотки достаточно, да. Вот, ну, что нужно человеку? Чтобы жить в этом месте, ему надо было в свое время, 10 лет назад или 20 лет назад, купить там у какой-нибудь бабушки домик, да, или что, или участок, или что, или так, выиграть батарею. Ну, так случилось, что я переехал в Первомайская улице, это центральная тоже улица. Ты там купил квартиру? Купил квартиру, сделал ремонт, а до этого я жил в частном доме. Ну, чтобы ее, собственно, купить, я продал дом. В частном доме, как я в Курске? Да, в Курске. Вот. У нас, почему переехал? Потому что, ну, во-первых, экология, они очень, как бы, я люблю свою родину, но, тем не менее, экология там не важнецкая, поскольку есть открытый карьер добычи железной руды в Железногорске. Атомная станция Курская есть. И вот все эти факторы, они в определенной мере, скажем так, негативно оказывают воздействие на... Организм на все и так далее. Поэтому плюс, если, допустим, люди, кто из Сибири, из Урала, они, как бы, привыкли видеть зима, это значит зима. Лето, это значит лето. А у нас, как бы, вот такой в средней полосе, она, как бы, и зима, не зима. От года, ну, не всегда, как бы, но и зима, не зима, и лето, не лето особо. Вот. И дети постоянно болели, постоянно простуживаются, значит, ну, такие вот общераспираторные заболевания. Вот. То аллергия на этот пух и так далее. Поэтому было желание куда-то переехать, а уж если куда-то переезжать, то, наверное, лучше переезжать к морю в Сочи. Я проехал все побережье, от Крыма до этого самого, до Абхазии, все посмотрел. Заехал в каждый из окуток, в каждый населенный пункт, все посмотрел. На машине? На машине, да. Из Курска? Из Курска я приехал в Новороссийск, в Новороссийске, и с Новороссийска по побережью поехал до самой Абхазии. Ты сам это делал? Сам это делал самостоятельно. Это было не лето, это было не зима, это был, значит, ноябрь месяц. Самый такой, вот скажем, когда все видно, весь негативчик. Летом везде все красиво. Да. Летом везде все... Летом везде видно, да. Вот, ничего не видно. И поэтому сел каждый населенный пункт, каждую деревню, я от Новороссийска до Абхазии проехал. Везде? Везде был, абсолютно. Везде. Слушай, а чья идея была переехать? Твоя, Олина, супруги, родители? Кто вообще? Чего? Только моя. Только моя. Мужчина, красавчик. Только моя, супруга категорически не хотела. Дети, им как бы без разницы было. Вот, это было мое абсолютное решение. И пока я о нем не жалею. Ребят, чтобы вы понимали, я эту историю уже 15 раз слушаю, то вы понимаете, я его как облуплено узнаю. Для вас я так это удивляюсь. Твоя. Так и что, объехал ты все побережье? Объехал, все побережье. Объехал, все побережье. Объехал, все побережье. Тусовка-то вся вся в соседе. Не, 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 тут больше не то. Новороссийск, Геленджик, Лермонтова, Ольгенко, Туапсе. Сезон. Едешь в ноябре месяце, дуют ветра. Все уже темное, все листва уже опало. Как бы не совсем, скажем так, симпатичная картина. Ну и сезон прошел, и там наступает уныние такое. Ну, Норд-Доска, да, дует все, все это, это. Наступает уныние определенное. Вот. Ну, когда заезжаешь в Сочи, Краснодарский край, совсем-совсем другая ситуация абсолютно. Во-первых, нет ветра. Во-вторых, хурма висит на деревьях, оранжевая красивая, пальмы. Горы красивые еще, даже в ноябре еще листва где-то такое разноцветное. Вот. Поэтому эта картинка, она привлекает в себе. А когда уже приезжаешь непосредственно в Сочи, ты видишь, что это круглогодичный город для постоянного проживания. Здесь нету какой-то серости и уныния. Здесь постоянно красиво. Заканчивается купальный сезон, наступает сезон лыж. Люди едут, люди тусуются, что называется, в этом городе. Море в ноябре еще кто-то купается. Это абсолютно другая картинка. Это абсолютно другое вообще восприятие. Вот как это вот должно быть. Поэтому в Сочи это действительно плюс дороги, плюс развязки, плюс мосты. Вот мы сейчас едем, все снимаем, вы сами это все видите. Это абсолютно другой уровень жизни вообще социума, нежели все. Я не хочу никого ругать, там другие города, Анапу, Геленджик, Туапсе. Ради бога, если вам нравится, пожалуйста. Но мне, человеку, который не родился на море, не родился где-то в окружении пальм, мне это все было очень интересно и радовало глаз. Поэтому выбор именно пал на город Сочи. Слушай, хорошо. Ну вот ты, получается, продал дом в Курске, да? Да. Купил здесь квартиру на Первомайске. Это была какая-то большая квартира. Это была квартира квадратов 65, по-моему, в черновом ремонте. Просто вагон и в конце этого вагона узкого, длинного два окна было. Оля зашла туда и заплакала. Ты помнишь, сколько она стоила по тем временам вообще? По-моему, что-то миллионов шесть с половиной. Вы там жили? Ты делал ремонт там? Я сделал на удаленке ремонт. У меня как бы опыт ремонта, стройки. Он абсолютно был всегда. Но ты не сам, естественно, на удаленке ты попросил ребят. На удаленке ребята делали, да. Это был мой первый опыт постройки в городе Сочи. А до этого как бы много стройки. У меня отец строитель всю жизнь строили. Всю жизнь я в этой стройке. Частные дома, постройка коммерческой какой-то недвижимости. То есть всю жизнь я фактически с детства вырос на стройке. И как бы выбор своей деятельности тут уже был очевиден для меня. Предрешен? Предрешен. Так и что? Вы вообще жили в этой квартире? Мы пожили в этой квартире два месяца. До этого я жил в частном доме. У родителей также тоже частный дом. Я в Кольске у них жил. И дальше получается, что походил я по этой квартире с балкона до дивана. Походил, посмотрел, понял, что... Не мое. Не мое это квартира. И жить в квартире это не то. Начал что-то уже искать. Тогда Авито было. Оно еще, в отличие от Авито, которая сейчас, она более-менее была... Рабочая. Рабочая. Нормальная информация была. Можно было что-то выбрать и собственника найти. Если сейчас Авито это как бы сплошные фонари и обман в большинстве своем, то раньше это была нормальная рабочая рекламная площадка, скажем так. Начал я уже смотреть. А супруга уже как бы... Мы пожили в центре, и она категорически не хотела уезжать из Сочи. И вот в один день я спускаюсь, вижу, на пальме висит объявление. Маленькая деревянная табличка продается дом. И уже там как бы все это закрутилось, пошло, выставил квартиру на продажу, купил участок, ждал разрешения на строительство где-то... Ну, больше года я ждал разрешения только на строительство. Ну, там было не строительство, а реконструкция была, скажем так. Вот. Ну, и уже быстро потом... То есть мы сейчас говорим про этот дом на Бойково, да, то есть был старенький домик, да? Да, я его снес, дом 3-го года построил. Он был из чего сделал? Он был сделан, значит, стоял на... Камни такие, скажем, это быки. Самами как быки? Называется, нет. Фундамент, получается, были блоки, скажем так, которые сделаны из пластушки, из камня. И они выточены где-то, ну, не знаю, каким образом это все производилось, где-то на каменоломне, наверное, их сделали, выкладывали под каждым углом дома, скажем так, бетонный куб, не бетонный, каменный куб, и это было, являлось опорой для дома. Вот моменту покупки этого старого... Он был, дальше сам дом был мазанка, скажем так, глина, что-то там солома, ну, старый, старенький домик. Вот, ну, участок ИЖС, вот, в окружении всех, скажем так, все остальные, больше ИЖС там... Многоквартирные дома. Да, многоквартирные дома. Они уже были тогда многоквартирные дома? Да, они были, не было еще там Тасманы, не было дома. Мы когда-нибудь обязательно соберемся у Романа Николаевича, пожарим шашлыки обязательно. Вот, может быть, кто-то из подписчиков наших клиентов приедет к нам в гости, мы обязательно снимем ролик, покажем, как сейчас это выглядит, потому что для многих из вас будет удивлением на самом деле. То есть я хочу просто, чтобы подчеркнуть вот всей этой истории, что на самом деле, ну, действительно, Рома правильно говорит, каждому человеку абсолютно свое. Вот если, допустим, для него это приемлемо и является огромным плюсом жить на Войково, допустим, и так далее, то я, например, даже если бы у меня была возможность иметь этот дом, если мне сегодня скажут поменяйся, то я могу поменяться только с одной целью, чтобы потом это задорого продать и опять уехать обратно к себе в каштаны. То есть я не смогу жить на Войково, потому что я предполагаю, знаете, как для меня дома? Это ты открываешь ворота, моя собака выбегает, пошла погоняла лошадей, кур там, коров. У него, конечно, такой нету живности там. Но дело не в живности, дело в том, что вокруг его дома стоят огромные многоквартирные дома, то есть слева, справа там, я не знаю, 12, 15, 6 этажей, все смотрят. Но локационно это как бы очень круто, да, и если он завтра захочет это продать, он это очень быстро продаст и продаст задорого, потому что многие люди хотят жить в своем доме, все равно есть своя территория, есть беседка, есть мангал, там есть парковка в конце концов, то есть это все есть. Вот, поэтому, ну вот еще раз говорю, то есть каждому своя история в этом плане, ну а что я хотел основную мысль такую сказать, я уже забыл, потому что я уже углубился в Каштан, уже я уехал, приехал, уже поменялся с тобой домами и так далее, вот, поэтому забыл я, что хотел сказать, поэтому продолжай. А что, продолжать особо нечего, в Сочи... А, нет, ну все, ты купил у этой бабушки домик, построил дом, построил дом, да. Купил дом на земле из ИЖС, несмотря на то, что вокруг новой квартирнике, построил дом, и ты максимально, соответственно, доволен. Ну да, в принципе, я не буду тут сильно спрашивать, что там, к чему, ну я так понимаю, там какие-то все равно, на тот период были какие-то вменяемые все это деньги, там... Это были вменяемые деньги, и сейчас, естественно, таких, я просто, наверное, отказался... Сейчас и сотку земли не купишь, да? Да, в нужное время, в нужном месте. Ну да, да. Судьба тебя подарила то, что она у тебя забрала на Первомайской, когда ты жил в вагоне. Рома сейчас показывал, что слева была огромная пробка, это пробка в сторону Сочи, нам сейчас надо доехать на Трубачево, там у нас уже фактически заканчивается часовой ремонт. Все там заканчивается. Да, да, уже немножко там совсем осталось, мы там постоянно все контролировали, и потом мы взяли новый объект, еще тоже на Мацесте, нам надо еще попасть сегодня на Мацесту. Вот хотим вам показать, какую еще квартиру взяли на Мацесте, какие там планировочные решения планируются сделать. Вот, поэтому, имея дом на Войково, в таком вот центре, эпицентре, что называется, хотелось бы, конечно, иметь еще дачу, куда можно было бы уже выезжать, я не знаю, там кататься на лошадях, квадроциклах, просто купаться в реке, может быть, какую-то простую, скромную дачу. Для этого у меня есть баня, в которую квадроциклы есть, в которую сейчас чуть-чуть потеплеет, и мы вместе своим коллективом обязательно съездим, снимем ролик, и банька у меня там есть скромная, и все, все можно посидеть на берегу речки, пожарить шашлык, обязательно посмотрим, следите за нашими роликами. Хорошо, ну еще один вопрос я задам, у нас есть с тобой еще энное количество минут, вот если выбирать для себя лично, просто, ну это часто у зрителей такой вопрос есть, и для меня он очевиден абсолютно, я для себя уже выбрал место проживания, это хвост, а каштаны, и я вот за три года пребывания в Сочи не поменял мнение, я ни разу не сказал себе, что я живу в неправильном месте, что надо поменять что-то, потому что я такой человек, я могу из города в город переехать запросто, а тут я бы поменял уже в тысячу раз. А для или Сочи? Однозначно Сочи. Почему? Меньше пробок, значит, ближе, ну не знаю, мне больше нравится, большинство объектов, которые я строю, это объекты максимально приближенные к центру, ну мне просто нравится, ну я не знаю, вот, люди, какой там пляж, есть прогулочные зоны, улица Новогинская, пляж-маяк, вот вся вот эта набережная, по которой нравится гулять, парк Ривьера, надо, пожалуйста, дендрарий, ну в общем, больше это локационно, потому что мы заехали, смотрите, видите, впереди вот олимпийские объекты, фиш-парк и так далее, то есть, ну такие, скажем, каменные джунгли, кому-то они нравятся, ну мне лично, я считаю, что сюда можно сюда приехать, погулять, там, да, там, ну что-то, что-то, если надо погулять, там где-то покататься с детьми, там, на каруселях-качелях, мне не, мне тоже не очень, да, красиво все, но я вот, допустим, тоже Дубай там не очень люблю, потому что, ну, считаю, что он, ну, красиво все, но мало в этом, знаешь, как души, жизни, души мало, души мало, да, это чисто для урбанистов, закоренелых, что называется, и что мне все еще нравится, допустим, ну я всегда говорю про пластунку, и ты знаешь, мое любимое, как бы, место, место силы, это пластунка, улица Джапарица, речка, вот, то есть, из центра, фактически, там, минут за 15-20 можно доехать до пластунки и наслаждаться природой, горы, природа, речка, зелень, ну, мне нравится, мне очень нравится, и самое важное, без всяких, таких-то серпантинов, подъемов, спусков и так далее, фактически вдоль речки едешь, ровная дорога, улица Пластунская, если пробок нету, вообще прекрасно. Ну, я недавно возил клиента, вот, у него 30 миллионов рублей, он хотел купить дом, поставил мне задачу, значит, я хочу дом ниже рынка, и вот прям не то, что ниже рынка, а вот он говорит, вот, если дом в рынке стоит 30, да, сделай так, чтобы он стоил 25, то есть, и, конечно, ну, такую сложную, нереально сложную задачу, как бы, я говорю, вы понимаете, это нужно настолько, чтобы застройщик или частник нуждался, да, чтобы он сделал вам такую скидку, то есть, сейчас идет спрос, сейчас идет ажиотаж, сейчас идут продажи, и поэтому такие скидки. В оконцовке мы сейчас ведем переговоры, дом, который стоил 29 миллионов, застройщик самостоятельно, ну, с нашей помощью мы его, как риелторы, подтолкнули на это, он спустил до 26, и сейчас он его, если можно так сказать, ломает, потому что он его реально ломает на 22 миллиона, представляешь? То есть, я говорю, вы его не сломаете, ну, это ужас, ну, то есть, это слишком большая разница за 22 миллиона такой дом с таким участком шикарным купить. Это в Дагомысе, классный участок, 5 соток, дом хороший, то есть, красивый, ну, и, как бы, такая цена, конечно, она, ну, должна быть чем-то подкреплена, а она слишком, он хочет ее сильно занизить, но мы их свели, они напрямую общаются, то есть, вот, мы сказали, что мы, насколько угодно, упадем на комиссион, лишь бы продажа была, ради бога, то есть, ну, решайте сами. Так, к чему я это все говорил? К тому, что, вот, я его повез на Джапаридзе, Лиселидзе, и вот, насколько мнение разное, и мы когда ехали, он, наш закоренелый подписчик, он говорит, ну, вот, я не могу понять, Дмитрий Александрович, что Роман Николаевичу, вот, нравится в Джапаридзе, Лиселидзе. Я привез его на Джапаридзе и на Лиселидзе, там Лиселидзе показывал дома до 30 миллионов, там, пару вариантов. Я ему объяснил, твоими словами, говорю, ну, вот, смотрите, ну, получается, поравнение от центра 15 минут от морпорта, мы спокойно с учетом всех пробок доехали, и при всем, при этом мы, не поднимаясь по серпантину в каштаны, как ко мне, вы были у меня в каштаны, он говорит, да меня не смущает серпантину, я говорю, ну, дело не в этом, это вас не смущает. А моих людей очень смущает. Смущает серпантину, а тут вы без серпантина попадаете, и вот вам горный рельеф, вот вам речка, вот вам магазины, максимально развитая инфраструктура, автобусы, также школы, ну, все есть, все есть. Вот, ну, ты знаешь, он посмотрел два варианта на Лиселидзе, я ему говорю, поехали еще один на Джапаридзе, он говорит, нет, 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 я этого района не понял. То есть, вот насколько разные, да, у нас у всех людей, то есть, думать за клиента, думать за нас, то есть, для тебя Войкова, Джапаридзе, для меня каштаны, для него догомыс, и все мы вроде как бы плюс-минус, там, люди одинаковые, но у всех разные предпочитают. Абсолютно, поэтому всегда нужно приезжать в Сочи, звонить Дмитрию Александровичу, он, значит, с вами заехал, вы комфортно разместились и объехали районы города Сочи, посмотрели, выбрали место себе по душе, вот. А даже пластунка этого Джапаридзе и Лиселидзе, я люблю Джапаридзе в улицу, почему? Потому что она абсолютно отличается от улицы Лиселидзе. То есть, ты человека привез на Лиселидзе, там абсолютно другая конфигурация, другое размещение домов, атмосфера, абсолютно другая. То есть, там это все поселок, сжато и так далее. А улица Джапаридзе, допустим, несмотря на свое интересное, скажем так, название, но имеет еще интересное расположение, там, как бы, хуторная система, то есть, люди, да, живут удаленно, да, да, люди живут удаленно друг от друга. И вот там именно классно можно найти, не ощущать себя где-то в каком-то поселке, скажем так. Вот, поэтому все это индивидуально, нужно смотреть. Кто-то вот, мы сейчас в Сириус заехали, кто-то обожает Сириус. Я тоже вот в него, как бы раньше он мне не нравился. Сейчас мы, допустим, ремонт и делаем в Сириусе где-то на объектах. Смотрю, тоже здесь интересно. Тоже Абхазия рядом, аэропорт рядом, Красная Поляна рядом, Равнина, море. Вот, поэтому надо все смотреть, где, куда душа ляжет, там и покупать. Дорогие друзья, мы приехали на чудо-объект, напоминаем вам, что к нам за ремонтами и строительством мы держим по ремонтам и строительствам самые лучшие цены в этом городе и, соответственно, делаем вам качество. Работаем с ключей по договору. В конце ролика, конечно же, хочу показать вам нашего героя сегодняшнего сюжета. Он здесь, это не подставное лицо, это не какая-то запись, не какая-то запись. И, конечно же, ваш покорный слуга Дмитрий Александрович. Ко мне за лучшими ценами в этом городе по недвижимости. Скажите, что вы хотите купить, а я сделал вам всевозможные скидки. Мы вас всех обнимаем, всем пока-пока, ну и пошли на работу. Пока-пока. Пока.